Здравствуйте! Причем приступить к обсуждению нашей темы, предлагаю вначале ознакомиться с небольшим сюжетом. Фантазии армянских националистов не прекращают удивлять мировое сообщество. Естественно, у каждого народа есть своя история, рассказы и предания. Но в случае с Арменией все это приобретает откровенно нездоровый характер. Мания армян присваивать себе чужое историческое, культурное и даже религиозное наследие отличается откровенно фантастическими преувеличениями. Так армянские деятели, фальсифицируя историю, сегодня пытаются присвоить историческое наследие, которое сформировалось в бассейнах рек Тигр, Ефрат, Кура и Арас, представляя данную географию сугубо армянской. Тем самым националисты этого народа желают воплотить в жизнь идею о создании Великой Армении от моря до моря. Армянские историографы регулярно издают фальшивые географические карты тех регионов мира, где они проживают. Более того, они занимаются выпуском книг, фальсифицирующих действительную историю, призывающих к присвоению территорий соседних народов, к сепаратизму, открывая таким образом путь к воинам и терроризму. От агрессорской политики и идеологов армянского национализма пострадал не только народ Азербайджана. Такая же участь постигла и проживающих в республике представителей других народов, а также турков, узбеков и казахов. Армения поддерживает терроризм на государственном уровне. Именно придуманной мифологической историей в этой республике пытаются оправдать кровавую деятельность своих террористов. Азербайджан проводит целенаправленную борьбу с этим явлением и продолжает историческими фактами разоблачать лживые армянские мифы. Весь мир знает, вооруженные силы Армении оккупировали 20% азербайджанских территорий, Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. И все это при том, что нынешняя Армения создана на исконных азербайджанских землях. Еще одним доказательством этому служат изданные в начале XX века в царской России географические карты, на которых все топонимы на территории современной Армении являются азербайджанскими. Армянских названий там нет. Баку продолжит вести эффективную борьбу в информационном пространстве, и рано или поздно армянской мифологии обязательно будет дана справедливая оценка. Как вы видели из сюжета, фальсификация истории таит в себе огромную опасность. Однако армян это нисколько не пугает. Они искажают факты этнической чистки азербайджанских топонимов, культуры, истории, архитектуры на исконно азербайджанских землях после создания на этой территории в советское время республики Армения. С чем связаны подобные действия? Они уверены, что им это сойдет с рук? Как вы считаете? Спасибо за приглашение. Армянский вопрос – один из сложных вопросов международных отношений конца XIX века, I, III и XX столетия. Во время начала Первой мировой войны Россия, Российская империя считала, что армян надо использовать для своих геополитических целей в Османской Турции. С этой целью им было обещано создание Армении в Турции, сегодняшней территории Турции. И действительно армянские представители армянского народа поверили обещаниям России и начали восстание против собственной страны, собственного государства. Только в один день в период Первой мировой войны было уничтожено 14 тысяч детей. Их вбрасывали в колодцы и сравнивали с землей. То есть этнических турок имеется в виду. За первые годы Первой мировой войны было уничтожено 90 тысяч этнических турок. Для чего это делалось? Делалось с одной политической целью – освобождать территорию для будущего независимого великого армянского государства. Турецкое население мешало этой цели и турецкое население должно было уничтожено. И действительно с этим армяне справились очень, скажем так, здорово. Но в 1917 году Россия вынуждена была вывести свои войска из-за того, что в Петрограде началась революция и вышла из войны. Армянское население осталось за турки, видели все это, что творилось собственным населением. Вывели свои войска, Турция принимает решение о депортации этого народа. Народ, который предал государство, любое цивилизованное государство приняло бы подобное решение. Когда идет война, и государство воюет с многими империями, государствами, и один, скажем, представитель одного народа начинает выступать против своего государства. Я полагаю, что это решение было принято. Другого выхода у турецкого правительства безусловно не было. Часть этого населения побежала на территорию Грузии, в Азербайджане. Грузии они были, облюбовали все территории Абхазию, Кахетию, Картли, все области Грузии были они поселены. Грузинский народ предоставил им свои земли, дома, и они зажили на наших землях. В 1918 году мы провозгласили независимость. Грузия, Азербайджан. У Армении не было той территории, где могла бы создать собственное государство. Они полагали, что в период Первой мировой войны им обещали создать Армению в Турцию. Когда это не получилось, они обратились к грузинам, обратились к азербайджанцам. Мы уступите нам какие-то территории для создания этого государства. Часть исторических территорий Грузии, Ларийская область, грузинский народ это уступил, правительство Грузии уступило, и бывшие территории Ириванского ханства. Азербайджанцы передали это представителям армянского правительства. И так образовалось на наших исторических территориях новое государство Армения, которое никогда не существовало на этой территории. Потому что в 1045 году Византийская империя упразднила Армению в совсем другом географическом пространстве. И она воссоздалась в 1918 году в другом географическом пространстве. Однако, чтобы укорениться на этой территории, все археологические данные, эта территория им не принадлежала. Но надо же их как-то объяснять мировому сообществу, что это наша земля, наша территория. Поэтому они присваивают и азербайджанские, и грузинские. Все археологические материалы, которые они находят, или являются азербайджанскими, или грузинскими. Но они объявляют их армянскими. Госпожа Григориус, с чем вы связываете занятия армян в фальсификации истории? На самом деле, это действительно очень опасная тенденция. И игнорировать ее нельзя, на мой взгляд. Поскольку подделка артефактов, подделка исторических данных, документов, она сегодня для нас очевидна. Но сегодня, если мы на это не обратим внимания, то через 50-100 лет это воспримут как правду. Я была в музее истории в Ереване и видела там карты и якобы древние книги. Но когда я спросила, а почему они такие новенькие, если они древние, на что мне ответили, что это копии. А я говорю, а как же посмотреть оригиналы? А оригиналы у нас хранятся в архивах. И тут мы подходим к теме, а как же вообще попасть в эти архивы? Потому что эти архивы никто никогда не видел. Всему миру представляются документы, которые просто нарисованы и написаны забило. И тенденция создания государства Великой Армении от моря до моря, на первый взгляд, кажется утопической. Но когда мы начинаем более детально обращать внимание на действия армян, вообще как народа, как нации, как государства на сегодняшний момент, то мы видим и находим отображение того, что шаг за шагом, последовательно воплощается в жизнь эта политика. Потому что, например, на примере Молдовы, скажу, у нас сейчас даже в Молдове уже в открытую, то есть если до сих пор они как бы молчали, в открытую поступают заявления от армянской диаспоры о том, что территория Молдовы это исконно армянские земли, что бывший господарь Молдовы Штефан Челмари, это никакой не Штефан Челмари, представляется его имя на армянском языке, и на самом деле он является армянином. И вот так вот история фальсифицируется и представляется. Армянская община заняла церковь католическую в центральной части города, огородила ее высоким забором, туда никого не пускают, они просто оккупировали эту церковь, сказали, что это наша территория, мы туда никого не пустим. Зацепившись на каком-то клочке, они потом начинают разрастаться, как раковая опухоль. И если игнорировать это и не предпринимать никаких мер со стороны властей, со стороны просто общества и населения, то эта раковая опухоль действительно разрастется до таких размеров, чтобы воплотить в жизнь их утопическую идею. Как вы хорошо отметили, Армения не позволяет открыть архивы, не показывает архивные документы. Это же она не позволяет сделать и Анкаре, которая предлагает вместе разобраться с событиями 1915 года, которые Армении именуют так называемым геноцидом. Почему Ереван не идет на это? Ну это же очевидно, потому что история и вообще политика, она не терпится слагательного наклонения. И история и политика, ну если политика еще допускает какие-то варианты, то история требует фактов и доказательств, правильно? И этих доказательств армяне представить не могут. Много раз участвуя во всяких всевозможных международных мероприятиях, посвященных вопросу именно геноциду армян, и пытаясь найти хоть какие-то оправдания этой теории, ни люди, те, которые участвуют, ни вот допустим я участвую в таких мероприятиях, мы не находим никаких доказательств, потому что задавая элементарный вопрос, как человек со стороны, то есть я не заинтересован, я не являюсь человеком, который относится к тюркской нации, я не являюсь человеком, который проживает на территории республики Азербайджан, я не являюсь человеком, который живет в одной из стран, где носители турецкого языка, правильно? Тюркского языка. Я со стороны наблюдаю и хочу объективно взглянуть на эту тему, и объективно не получается ничего, никаких доказательств нет того, что действительно этот геноцид имел место. Я беседовала с одним из немецких ученых, который занимается этой проблемой, и когда этот немецкий ученый задал вопрос о том, что предъявите нам останки этих людей, предъявите нам доказательства, то в ответ услышали то, что мы же не говорим, что всех уничтожили, всех убили, мы говорим о том, что очень многих депортировали, но так ведь это же речь не идет о том, что эти люди были уничтожены, ведь кричат на весь мир, что геноцид в отношении армянского народа на территории Турции был, этих людей уничтожили. Их никто не уничтожал. А как справедливо отметил мой коллега, господин Маркулия, он сказал, что а какое государство потерпит, если его граждане буквально со спины воткнули нож в спину государству и предали это государство. Вообще-то эти люди, которые произвели такое предательство, по всем нормальным законам должны были быть на тот период преданы казни. Тем не менее, государство поступило с этим народом гуманно, они просто переселили с одних мест в другие места, более благонадежные, чтобы не было опасности опять поддержки и необеспечения безопасности извне. Я вот говорила уже неоднократно об этом. Вообще тюркским государствам необходимо провести такой всемирный конгресс тюркский, на котором представить свои доказательства. Потому что время идет и время работает на них. Потому что они врут. Ведь видите, сто лет уже врут. Сто лет обманывают. И сто лет они капают и капают и капают, что вот мы несчастные, вот нас истребляли, мы самый несчастный народ. Этот самый несчастный народ является основоположником терроризма. Этот самый несчастный народ, как раковая опухоль, разрастается по всему миру. Поэтому здесь нужно предпринимать конкретные меры. И такой конгресс, мировой конгресс, тюркский конгресс, он должен обсудить эти вопросы, он должен представить свои доказательства. И если они не представляют своих доказательств, то это нужно просто принимать решение. И это решение Тюркского конгресса, оно не может быть игнорировано, допустим, Советом безопасности ООН или Генеральной ассамблеей ООН. И вынесено обсуждение Генеральной ассамблеи ООН. И после этого уже предпринимать какие-то конкретные меры. Потому что я как юрист рассуждаю, что этому должен быть положен конец раз и навсегда. Потому что если оставлять вот так эту тему в воздухе, то время идет, и ложь начинает становиться на правду, а правда забывается. Для Армении вопрос геноцида – это вопрос политики армянского государства. Это цель, признание геноцида является целью армянского государства. Это идеология армянского государства. И отказаться от этой идеологии для них – это очень пагубно. Поэтому те документы, которые хранятся в архивах Турции, они даже не хотят на них смотреть, потому что усомниться в том, что этого не было, они не хотят. Было это, не было, для них это не имеет значения. Я не скажу, что жертв не было. Это никто не может отрицать, потому что была война, мировая война. И Армения была стороной этой войны. И после войны, во время Парижской мирной конференции, после окончания этой конференции, Армения получила турецкие земли. Карл, Сардаган, до Трапзона территории. То есть Армения была стороной. И она воевала в этой войне. И в войне погибают люди. Но это не значит, что был геноцид армянского народа. Те люди, которые оттуда вышли, они поселились в грузинских и азербайджанских областях. И когда война была в Абхазии между Россией и Грузией, это армяне, потомки этих беглецов, выступили против грузинского государства. То есть они предавали, там, от Византии, скажем, да, Византийский империи предавали, когда турцы, турки предавали Константинополь, они сказали, что сейчас мы на стороне Турции. Когда пришли русские, сказали, предали турок, перешли на сторону России. Те люди, которые жили, те армяне, которые жили в Грузии, во время войны предали грузинский народ, предали грузинское государство и перешли на сторону врага. И сейчас Абхазию объявляют армянской территорией. Господин Вархули, а как сейчас обстоит дело с армянским сепаратизмом в Грузии? Вы знаете, мы относимся к грузинской политике, не относятся к армянам серьезно, к их комбициям, к их требованиям. Потому что на исторической территории Грузии, в процессе исторического развития грузинского государства, армяне к армянам относились очень хорошо, давали им свои земли. Когда у них не было государства, наши представители, наши цари им давали целые области, селитесь, развивайтесь, творите. Но потом, когда проходило время, они говорили, что извините, это уже наша территория. И грузинские церкви, грузинские монастыри, там грузинские надписи стирали и вставляли армянские надписи. Из-за того, что с 1045 года у них не было своя государственность, этнопсихология выработалась у этого народа, и они всегда стараются взять то, что плохо лежит. А на Кавказе мы, азербайджанцы и грузины, являемся таким народом, что мы знаем, что это наше, и не очень внимания не обращаем на это. И это все они берут, и говорят, и объявляют, что это является нашим. — Госпожа Григорьевна, вы также знаете о том, что армянская апостольская церковь претендует на более 400 церквей на территории Грузии. Что вы об этом думаете? — Дело в том, что такие претензии и в Молдове выдвигаются, но они пока требуют только две церкви у нас в Молдове. Но насчет претензий на церкви, это, в принципе, по всему миру со стороны армянского католикоза идет. — Армяне претендуют? — Именно армяне, да. Именно армяне претендуют. Что я об этом думаю? А что можно думать о том, что приходят к тебе в дом, еще и требуют, занимают одну комнату, потом требуют тебя убираться вообще из квартиры? Что можно думать в этом отношении? Это вообще-то неслыханная наглость, но, тем не менее, эта наглость у них в некоторых местах сходит с рук. Пока вот в Молдове, допустим, им не предоставили эти церкви, но если будет так продолжаться, и если мы будем игнорировать вот это все, и не будем предпринимать конкретные меры, я вот еще раз хочу повторить, что игнорировать и несерьезно относиться к этим требованиям нельзя. Нужно их буквально на корню рубить, эти требования, на законодательном уровне, на уровне судебных решений, потому что, если мы буквально даем слабинку, то завтра они с новой силой вернутся к этому вопросу. Армяне хотят создать, у них есть бредовая идея о создании так называемой Армении от моря до моря. Знают ли об этом в Молдове, в Грузии? Что об этом думают народы ваших стран? К сожалению, вот эта утопическая идея, воплощение которой мы видим сегодня в некоторых моментах, которые проявляются, как я вам уже сказала, что вот заняли церковь сами самовольно, огородили ее, и потом постоянно разрастаются территории. И заявление о том, что Молдова, особенно Южная Молдова, является исконно армянскими территориями, это идея серьезной реакции со стороны государства, со стороны общества. Реакции не находит серьезной со стороны нашего молдавского общества. Ее воспринимают, как вы сказали, как бредовые. Но опять-таки говорю, что нельзя игнорировать эти идеи, и нужно их пресекать и рубить на корню. Они буквально зернышко бросают, и потом это зернышко начинает разрастаться. Вот посмотрите, Молдова, Кишинев. Центральная улица Кишинева называется улица Армянская. Неужели столько армян проживает в Молдове? Там 10 тысяч, наверное, человек, их не больше. Это максимум. Со всеми там, не знаю, родственниками, которые приезжают. Центральная улица, которая пересекает главную артерию Кишиневскую, значит, она называется улица Армянская. Они претендуют, значит, эта улица упирается в центральное кладбище. Раньше оно называлось Армянское тоже кладбище. Значит, я прошлась по этому кладбищу, но если там два армянина похоронено, то это хорошо. Почему это кладбище называется Армянским? Понимаете? Они вот подкупая чиновников, подкупая кого-то из властей, сначала бросают семечко на звание, да, а потом уже они начинают претендовать. Вот видите, у нас даже улица Армянская. Вот буквально на днях я прочитала, что в прессе была информация о том, что в Белгороднестровске, при раскопках Белгороднестровской крепости, нашли две плиты. И на этих плитах какой-то ученый армянский разглядел, то есть не говорят, что там находится вот эта надпись, разглядел армянский орнамент. Исходя из этого, они сделали вывод, что это древняя армянская крепость. И вот это является доказательством. И уже там целый микрорайон чуть ли не назван Армянским. Вот вам следующий этап, понимаете? А что грузины думают об этой бредовой идее армянского народа? Вы знаете, когда Армения возникла впервые в Малой Азии, в 190 году до нашей эры, Армения никогда не имела выход к морю. Ни к одной. В 1995 году, когда царем Армении был Тигран II, который в армянских историях называется Великим, тоже не имел выход к морю. Потому что в это время было понтийское царство, и понтийское царство владело почти всем побережьем Черного моря. Не имел Армения выход к Черному морю. Я не говорю про Каспийское море, про Средиземное море. Армения никогда не имела выход к ни к одному морю. Это фантазия армянских историков. У них не было государственности. После упороздения государственности армянские историки летописи сидели в церквях и писали. Когда переписывали, каждый историк при переписании этой истории добавлял новую территорию. Понимаете? В истории Грузии, когда враги нападали, им было очень множество, побеждали, но никогда не садились на грузинских землях. Они уходили. Армения, когда уже начала воевать с Грузией, стала присоединять эти территории к Грузии. То есть, стала завоевывать и заселять эти территории к Грузии. Понимаете? Вот это впервые, когда Грузия начала обращать. Между Грузией и Арменией было 18 войн. Так что грузинский народ, грузинские историографии очень тщательно смотрят. В советское время нельзя было им отвечать, потому что это очень многострадальный народ, и это очень многострадальному народу нельзя было обижать. Они просили, вот Армения маленькая, вы не могли бы нам добавить еще кусок земли, скажем, сам сказать, Джавахетти. Так просили, официально просили. Вот такими методами они стараются исковыркивать то прошлое, которое обманывает собственный народ. И когда им говорят правду, им говорят, что мы армянофобы. Почему я армянофоб, когда я говорю историческую правду? В Армении никогда не имела выход к морю. Я докажу это во всех, как его самых, дискуссиях на основе исторических архивных документов. А в нынешней ситуации, когда армяне претендуют на церкви, как реагирует официальная Тбилиси? Вы представляете, первоначально армянская сторона выдвинула, что 625 церквей находятся в Грузии. Потом через некоторое время они сказали 400. Мы подумали, ошиблись, как-то, 225 отпадок. Оказывается, это находится на территории оккупированной Абхазии, Северной Картли, этот Схенмальский регион. То есть, Армения своим таким притязанием говорит, что не признает Абхазию за Грузию и Северной Картли, считает. Ну, как сосед, который не уважает соседа. Понимаете? Когда в ООН идет голосование, что беженцы вернулись на свои земли, Армения говорит, нет. Как мы должны относиться после этого? Как они могут сказать, да, если они оккупировали Нагорный Карабах? Потому что они, да не только Нагорный Карабах. В 1985 году в Афинах, в столице Греции, был 23-й, создан 23-й съезд Даш-Нах-Систюн, где поставили единственный вопрос, вопрос расширения Армении. С какой стороны начать? С Азербайджана или с Грузии? То есть, не имело значения для них. Для них имело значение просто расширение. И если перевесим на один голос, выиграло Азербайджанское направление. Почему? Потому что Нагорный Карабах был автономной областью, и если не убедить мировое сообщество, ну хотя бы усомнить в том, что как будто это является исторической территорией Армении. Нагорный Карабах никогда не являлся армянской территорией. Это историческая территория Албании, правоприемником которой является сегодня Азербайджанское государство. На протяжении многих десятилетий азербайджанский народ сталкивается с тем, что армяне пытаются уничтожить все Азербайджанское. В истории страны есть и такие печальные дни. Это 31 марта, день геноцида азербайджанцев, и 26 февраля, когда был совершен Ходжалинский геноцид. На ваш взгляд, народ, страна, которая считает, что она также подверглась геноциду, может учинить геноцид в отношении другого народа? Если смотреть на возможности и на желания, и прежде всего, конечно, на образ жизни, то для Азербайджана образ жизни это мультикультурализм и толерантность. Это образ жизни. Я тоже постоянно отмечаю, это то, чему должны другие мировые сообщества учиться у Азербайджана. Потому что это не однодневный какой-то пиар-ход. Это действительно образ жизни страны и народа, который проживает на территории Азербайджана, народов. Потому что на территории Азербайджана очень хорошо и очень комфортно чувствуют себя все народности, в которых живут. Это и евреи, и лесгины, то есть, не говоря уже о самих азербайджанцах, да даже те же армяне, которые остались здесь и живут, они себя все очень комфортно чувствуют на территории этой страны. Русские, украинцы. Поэтому это образ жизни. Человек, у которого образ жизни и толерантность, он не может поднять руку на своего соседа или на другого человека. Образ жизни и сущность, как я это испытала в своей собственной жизни, армян, это терроризм, это агрессия, это человеконенавистничество. И естественно, что если человек ненавидит другого человека, даже если он какое-то время улыбается, но он все время держит за спиной в руке свой нож для того, чтобы в удобный момент воспользоваться и воткнуть этот нож в спину своему соседу. И я в этом убедилась на своем собственном опыте. Поэтому говорить о том, кто может, а кто не может, этот вывод он приходит сам собой. Естественно, Азербайджан, являясь на сегодняшний момент очень сильной страной, экономически сильной, военно сильной, мог бы, мог бы, на мой взгляд, смести вот эти преграды, которые сейчас оккупированы, находятся на оккупированной территории Азербайджана, то есть в семь прилегающих районов и на Горный Карабах. Но именно мудрая политика вашего руководства не позволяет, то есть мирная политика. Все способы и все методы применяются со стороны вашего руководства, чтобы разрешить эту проблему мирным путем, потому что войну очень легко начать, очень легко начать. Здесь стоит вопрос о том, чтобы добиться от мирового сообщества, разрешение этого вопроса мирным путем, хотя международное право позволяет все-таки применить военную силу в случае, если все методы использованы и они не возымели никакого результата. Поэтому мирная сущность азербайджанского народа, конечно же, не может быть поставлена на одну чашу весов с агрессивной сущностью армянского народа. В азербайджанской историографии в последнее время очень усиливается вопрос геноцида азербайджанского народа. Это действительно так, но так выходит, что как будто какой-то воинственный народ во время войны уничтожает азербайджанский народ. Вот это надо поправить в азербайджанской историографии, потому что это кучка людей, которые ночью вторгаются в дома, убивают женщин, убивают стариков, убивают детей. Вот это надо подчеркнуть. И я не удивляюсь этой политикой представителей армянского народа, потому что другой цели у них нет. Они постоянно ищут Армению во всех географических точках. И когда нравится территория, понравится территория, их надо удалить от народа, который принадлежит на земля. В этом случае Азербайджан. Почему мировое сообщество слабо реагирует на такие действия? Мировое сообщество не интересуется этим вопросом. Где живет Азербайджан, как живет Грузия или как они? Мы когда будем вместе, вот тогда, если вместе будем и вместе будем кричать на весь мир, вот тогда мы будем геоподической силой. И никто не посмеет нам как жить, с кем жить, почему жить. Понимаете? Единственный выход, я так думаю, что Грузия и Азербайджан должны объединиться в геоподический союз, чтобы все эти выдвижения, все эти амбиции, которые уедут у наших соседей, чтобы всех на эти вопросы им ответить. Не только словами, не только историк давления, но и военным путем. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Желаю процветания азербайджанскому, братскому азербайджанскому народу. Мы два народа с одной судьбой. Последние 20 лет мы пережили то, что Грузия, то и Азербайджан. Мы потеряли 20% наших исторических территорий. И иншаллах, мы вернем эти территории. Я тоже хочу присоединиться к пожеланиям Гурама Мархулия. И хочу сказать, что нужно добраться терпения, но терпение такого воинственного терпения. Постоянно и последовательно доказывать свою правоту, представляя миру свои доказательства и не игнорируя действий со стороны Армении. Спасибо. На сегодня это все. Я напомню, у нас в гостях были доктор исторических наук из Грузии Гурам Мархулия и председатель Общественной Палаты Молдовы Аурелия Григорио. Мы говорили о фальсификации истории и агрессорской политики Республики Армения. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин